Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики. Вот так. Вот такой вот, как говорится, жест. Вам говорит о чем-нибудь? Очки нужно еще кругленькие одеть. И нужно быть не женщиной, а мужчиной. Знаменитая фастфудовская сеть. Ммм? Курица, 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 моя любимая. Вы догадались? Ну, кто смотрит давно мои видео, тот знает, о чем я сейчас говорю. Я давно, очень давно уже хотела приготовить вот это блюдо, чтобы оно было похоже, как в оригинале. Но, честно говоря, у меня не очень получалось. И химические добавки, и пластивцы я добавляла. Но я видела, что там пластивцов никто не добавляет. Хлопья кукурузные. Догадались? Ну, конечно. Это KFC. Да? KFC. Я раньше говорила KFS, а надо говорить KFC. Я обожаю, я обожаю эту сеть из-за того, что остро, хрустяще, особенно крылышки. Но сегодня я буду готовить филе. Ну что, приступим? Не знаю, получится что-нибудь, не получится. Колпак одеть и взять вот такой вот половник в руки. Это не самое главное. Главное, чтобы хватило ума приготовить блюдо, которое ты хочешь. Хватит говорить, а то вот этим вот колпаком, этим половником начинаем готовить. Что необходимо? Смотрите, пожалуйста. Я очень люблю крылья. Вот среди всего того, что готовят, там и грудка, и бедро, и ножки эти все, я люблю крылья. Ну, у меня сегодня грудка, я ее достала вот с холодильника. Что-то она так плохо размораживается. Ну, я ее сейчас нарежу, она у меня будет мариноваться и разморозится. Кто нарезает длинными палочками? Я сколько видео пересмотрела, и я знаю точно одно, потому что, когда сидишь в этом кафе, там по телевизору показывают вот так вот выборочно, что там 11 специй этот американец сделал, что там все это обтрушивается, мука в воду отправляется. Поэтому я смотрела рецепты, я честно скажу, я пересмотрела рецептов куча, и непонятно, где правильно, где неправильно, но я уверена в одном, что ни в каком кафе где-то не берут кукурузные пластивцы, измельчают и добавляют. Нет. Поэтому я буду что-то среднее выбирать и буду готовить. Вот так вот я буду нарезать курицу. Все, я вот так вот нарезала. Хотя это надо вот так вот все, пока пусть на дощечке полежит, потому что вот в этой миске я сейчас буду готовить сам маринад. Кто использует молоко, кто использует кефир, кто что. Но я думаю, что я буду использовать кефир, потому что у меня он есть. Вот я сейчас возьму, у меня 2,5% кефир. Ну, где-то по этому мясу стаканчик, может чуть не полный. Добавлю сюда чайную ложку без горки соды. Ну, я не знаю, это для того, чтобы, наверное, была вот эта масса такая более взр... Как говорится, взрыхленная. Но кефир холодный сразу не пойдет реакция. И все-таки кефир может вытягивать какие-то лишние запахи. Я, честно говоря, не знаю. Дальше. Теперь сюда я буду добавлять всевозможные специи, какие только у меня есть. И перец чили, и орегано, и черный молотый перец, и красный перец буду добавлять. Все, что у меня есть. Добавлю где-то по пол чайной ложки. Это адгейская соль, здесь чеснок уже есть. Вот только за этого я добавляю. Дальше. Перец черный молотый добавляем. Дальше. Добавим куркумы. У меня здесь уже чуть-чуть осталось, значит, я куркума. Чуть-чуть муската. Конечно, очень хорошо сюда подойдет гвоздичка. Но у меня ее нету. Но вы добавьте гвоздику, тоже так потрите. На это количество одного зернышка хватит. Много не надо, потому что гвоздика сильно такая, знаете. Так. Мускатного ореха, ну, миллиметр я стерла. Я сказала вам орегано. Нет, кардамон сейчас я возьму. Я его раздавлю. Потому что надо перебивать его только на кофемолку. Я его раздавлю и сюда добавлю. Не хочу брать другую дощечку. Все готовим быстро. Вот так. Можно немножечко даже его порезать. Видите, он поддается резанию. Но сильно не увлекайтесь. Потому что это точно так же, как и гвоздика. Кардамон, он очень-очень такой рьяный. Там внутри такие семечки находятся. Так. И, конечно, кмин. Это зира. Вот так. Тоже это надо немножечко измельчить. Зубы есть, не подавимся. Правда? Так. Перемешиваем. Нету еще перца здесь. Паприки и перца чили. Добавляйте. Вкусно. Соли хватит. Перец добавляю. Сейчас, ребята, я вот нашла баночку. Тут, может, где-то гвоздика есть. Тут сколько гвоздики было. Я его выбирала, выбирала. Не. Не осталось гвоздики. Жалоба, конечно. Ни одного нет. А не-не-не-не-не. Вот палочка гвоздика. Она ароматная? О, ароматная. Брошу ее туда. А это что? Вот так вот. Добавляю сюда перец чили. Внимательно. Потому что я люблю острое. Вы уже смотрите сами. И добавляю сюда такую смесь. Тут паприка. Вот так вот. То есть давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Два. Два каких-то. А, еще гвоздика десять. И какой-то еще одно одиннадцатое мы не добавили. Так. Все это перемешиваем. И сюда отправляю вот эти кусочки курицы. И оставлю в маринаде пока минут тридцать. Но я буду смотреть, чтобы моя курица полностью разморозилась. Потому что если мороженое обжарить, то совершенно другой вкус будет. Видите, какая масса. Может, что-то надумаете еще добавить? Пожалуйста. Я, наверное, добавлю сюда, знаете, что кориандр. Я тоже люблю кориандр. Очень ароматно. Все. Тридцать минут. Знаете, я еще добавлю сюда немножечко... Вот у меня есть американская горчица. Так она и называется. Видите? Пусть поароматнее будет. Дальше приготовим панировку. Четыре столовые ложки. Вот такие полные. Муки. И сюда я добавлю сейчас крахмал. Ну, не знаю. У меня кукурузный есть и картофельный. Сейчас, наверное, даже не знаю. Давайте добавим ложку вот так вот кукурузного. И давайте добавим ложку картофельного крахмала. Вот такого. То есть четыре муки и две крахмала. Я не знаю, честно говоря. Просто проверим. Так. И ложку такого крахмала. Вот так. Перемешиваем. Вот сюда, к этой муке, я сейчас буду добавлять тоже специи, соль. Но специи у меня здесь будут какие? Немножечко перца чили. Черный молотый перец. Можно суммиш перцев. И... И достаточно. Больше ничего. Вот я перемешала до однородности эту муку. Хотите, сюда насыпьте еще куркумы. Или карри. Для цвета. Не буду. Все. Достаточно. И я в холодильник поставила холодную воду ледяную. Сейчас наливаю в сотейник масло растительное. И ставлю на огонь. Разогревается вода. Просто вода. Что теперь я делаю? Теперь я беру щипчики. Вот немножечко перемешаю это все, что было у нас получается здесь это. Так поднимаю. И вот сюда раз бросаю. Пару кусочков. Вот так. Вот так раз. Теперь здесь панирую так хорошо и хорошо валиваю в эту. Помногу не надо. Смотрите, видите как. И теперь немножечко. Можно на сито, чтобы струсить лишнюю муку. Теперь беру... Давайте пока мясо на тарелку это все выложим, чтобы тут у нас было свобода. У меня где-то по три кусочка будет в сотейник заходить туда. Поэтому вот так я сделаю. Лишнее убираем. Три. Масло разогревается у меня. Теперь я беру каждый кусочек. И вот смотрите. Просто так в воду опускаю аккуратно. Опустила в воду. Немножко подержала. Не надо, чтобы прямо там мука вырывалась. И вот так вот раз. И сюда опять бросаю. И опять. Вот так. Все. То есть вот этот кусок уже у меня готов к отправке в масло. Опять-таки беру воду в холодную. Можно даже по два раза вот этого делать. И теперь сюда. Опа. В муку и в крахмал. Вот так вот раз. Так. Сюда это. Этот кусок точно так же. Опа. Можно вот так, если по кусочку. Ой, по кусочку. Так, лишнее убираем. Сейчас немножечко прикручу масло. Масло нагрелось. И теперь можно чуть-чуть муку сбросить и бросаем сюда наши эти кусочки. Лишнюю муку я сбрасываю. Прямо тарелки вот так вот потрушиваете немножко. О! Чтобы все приготовилось. То есть немножко уберите огонь, чтобы не горело. Чтобы курица приготовилась внутри. Приготовьте тарелку с бумажным полотенцем. Давайте вот так прокручивать будем. Видите, надо было все-таки куркумы больше набросать. Цвет не очень такой красивый. Так, все, достаю. Видите, все. Они будут хрустящие. Просто у меня почему-то цвет не такой. Вот в панировку нужно, наверное, все-таки добавить куркумы. Этот я уже решила один раз панировать. Не хочу много. Ой, упал кусочек. Я думаю, и этот еще поместится. О! Все. И теперь обжариваю. И все будет хорошо. Регулируйте здесь. Палочкой удобно. Видите, как пахнет точно, как в этих кафешках. Ну что, мои хорошие, все закончила. Ну вы видите, что две тарелки. Вот такие кусочки курицы. Это та курица, которая была замаринована у нас в кефире. Вот я обжарила ее в том же растительном масле, но без мучно-крахмальной панировки. Получились просто вот такие кусочки. Мягенькая курица, готовая. Ни объема, ничего. Вот такие, но это я специально сделала эксперимент. У меня не хватило просто вот этой вот мучной обсыпки, панировки. Поэтому делайте чуть больше. Это в сторону. Посмотрите, что у меня получилось. Ребята, я такая довольная. Вот видите, у меня первые такие, то немножечко они светловатые. Я добавила сюда куркумы и все получилось так, как нужно. Сейчас будем пробовать. Красота. Давайте будем пробовать. Вот такой кусочек. Вот смотрите, подлиннее. Это отвалилось. Смотрите. Хрустящее. Никакой химии вообще нету, ребята. Посмотрите. Ладно. Маленький кусочек вот этот давайте возьмем. Разорвем. Так, я хочу хрустящего. Сладкие чили. Смотрите, сколько у меня много. Маленький пакетик стоит 5 гривен в тех кафе. Ребята, все один к одному. Но у меня чуть-чуть пощипывает перец. Ой, какая-то вкуснятина. Какая довольна. Очень вкусно. Очень вкусно. Я знаю, что это не полезно. Даже вот этот вот привкус, знаете, когда вот кушаешь, ты думаешь, что они добавляют? Это крахмал. Это крахмал вот сыграл такую роль. Посмотрите, какие. Но они же не отличаются абсолютно. Никакой химии. Вообще никакой химии нет. Так что, мои хорошие, я вам советую приготовить. Не каждый день. Но по цене это намного, намного, намного в 100-500 раз дешевле, чем вы будете покупать его там в том кафе. Но это вкусно. И это можно приготовить дома. Ну что, мои хорошие, я должна себя и вас поздравить. Смотрите, какой помидорчик вырос. Не, не с этим поздравить. Поздравить с тем, что наконец-то я получила именно тот вкус, который я хотела. Долго мучиться, что-нибудь получится. И у меня тоже получилось. Ребята, это замечательно. Вы видели, я радостная. Прямо как будто я приготовила какое-то супер-пупер какое-то изделие. Самое главное, что когда приходишь вот в это кафе и заказываешь там, например, там оно по кусочкам 6 кусочков и там какой-то кетчуп манюсенький, то ниже 100 гривен это не получается. А у меня получилось такое количество, что если это все разбить, то это 500 гривен. А за филе я заплатила где-то 60 гривен. По кругу 70 гривен. Вот такая вот такая большая куча. Но вы это все видели. Так что, мои хорошие, готовьте, не бойтесь. Вот этот рецепт у вас все получится. Ну, знаете, берите с расчета где-то стакан муки на полстакана крахмала, чтобы ничего не мерять. Ну, возьмите кукурузный. Нет, возьмите картофельный, потому что картофельный мне кажется лучше. Ну, вы видели, я брала тут и тут. Все, хватит говорить. Угощайтесь, угощайтесь вкусной курицей, хрустящей, ароматной. Прямо как KFC. Приятного аппетита.